Трофея из Яны Школы Мне кажется, лучшим комментарием к этому видео будет статья. Это бюллетень русского этнического представительства штата Виктория. Они писали иногда о Яне. Не часто, но иногда. Вот одна из их статей. Мы много говорим и пишем о том, как живется нашим русским людям на австралийской земле, имея в виду в основном лишь взрослую часть населения. В сегодняшнем выпуске нам хотелось бы уделить внимание нашим детям, которым тоже бывает непросто, у которых тоже есть свои проблемы, мечты и стремления. На что способны наши дети? В каких высот они добиваются и к чему стремятся? Предоставим слово одному из них. С удовольствием представляем вам Иоанна Левински, интервью которого взял один из добровольных помощников русского представительства. Каждый год январь месяц привлекает в Австралию самых лучших теннисистов мира. Виктория очень гордится репутацией теннисной столицы Австралии. Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне приносит огромный доход экономики и стоит на третьем месте. Теннис для австралийцев нечто большее, чем просто спорт. Это общенациональное увлечение, неотъемлемая часть жизни. Вот почему 15-летний Ян Левинский проводит 17 часов в неделю в национальном теннисном центре Мельбурн-парк, готовясь перенять эстафету у нынешних чемпионов. Для читателей газеты, вероятно, будет интересно узнать, Как русским девочкам и мальчикам можно достичь такого же успеха? Мы задали вопрос самому Ян. С какого возраста нужно начинать играть в теннис? Как можно раньше, говорит Ян. Я начал в 8 лет, это поздно. Я чувствую, что ребята, которые начали в 5 лет, лучше владеют ракеткой. Я потерял 3 года практики. Сначала я тренировался в гараже у стенки. Мама мне рисовала мелом кружочки, а я должен был в них попадать. На улице мы соревновались, кто больше мячей настучит об ракетку. Я люблю соревноваться и выигрывать не только в теннисе, во всем, даже в школе, на математике. Что ты думаешь было очень важным в твоей теннисной карьере с самого начала? И она отвечает, тренер. Иметь с тренером взаимопонимание. Я выбрал не того тренера, который меня хвалил, а того, которому захотелось доказать, что я способен на большее, чем он от меня ожидает. Это был Питер Джойс. Чемпионат клуба – это была моя самая удачная победа. Клуб меня направил представлять район. Когда я выиграл районное соревнование, стал играть за округ. Тут уже тренера из теннис Виктории меня заметили. Прошел отборочный за штат, а теперь в национальной сборной. Тем, кто знает систему, пройти этот путь легче. А у меня на это ушло 4 года. Каждый год клуб направляет в Мельбурн Парк 2-3 игрока на отборочные, выявить самых талантливых. Когда я в 2001 году в феврале туда пришел, там было больше 100 мальчиков. А выбрали только 8, в том числе и меня. С начала 2003 года я тренируюсь в национальной сборной команде Крейга Миллера. Это новая программа. Сколько человек в команде? Сколько часов и дней в неделю вы тренируетесь? Из Виктории включая кантри всего 8 человек. Тренируемся мы каждый день после школы. Два часа на корте и час физическая подготовка. Тренировки проходят в Мельбурн Парк. Там же нам делают массаж 40 минут раз в неделю. С нами работает психолог раз в четверть и диетолог. Какую помощь ты получаешь от психолога? Тогда как я думаю, что у меня больше мозолей, чем у других, что некоторые выше меня ростом и им легче, психолог же мне внушает, что я надежда в страве, что я талант и я выхожу другим человеком. Я уверен в себе, я победитель, я все могу. Главное сдерживать свои эмоции и думать только про следующий удар, а не следить за удачами противника. Теннис – это игра, борьба личностей, характеров и интеллектов. Но бывает, что игра не пошла. Что ни удар, то мимо. И вся психологическая подготовка в момент может рухнуть. Не люблю проигрывать. Я бросаю ракетку и ругаю себя по-русски, чтобы никто не понял. Это меня сбивает с ритма и еще несколько очков улетает. Ян, есть ли у тебя спонсоры? Да. Когда ты входишь в десятку, у лучших в твоем возрасте появляются предложения. Нужно иметь смелость выбирать не самое выгодное, а самое перспективное для игры. Я второй год подписываю контракт с фирмой Wilson. Мне нравится их ракетка. Они мне дают ракетки и сумки. Принц дает мне одежду. Теннис Австралия тренировки оплачивает, массаж и сборы. Спортсмарт перетягивает ракетки. Я бы еще хотел деликатесный ларген по пути в Мурамбине. Они приветливые и у них вкусные конфеты, птичье молоко. В 2003 году менеджер Вестбанка вручил тебе сертификат, высшая награда по математической олимпиаде в Австралии. Когда ты успеваешь делать уроки? Времени у меня мало, но математику я люблю. Мама меня дразнит песенкой из Яралаша. Папа решает, а Вася сдает. Да, мне папа помогает разобраться с новыми математическими темами. Но для меня это очень важно, чтобы папа и на моего партнера посмотрел. Сказал свое мнение о стиле его игры, особенно перед финалом. На школьном комитете ребята предложили проводить неделю обмена родителями. Поменять обстановку, пожить другой семье. Мне было сделано сразу несколько предложений. Но именно в ту неделю, когда нужно сдавать проект по математике. Но какие другие родители выдержат мой режим тренировок? Ведь на первом месте у меня теннис, а на втором – международный спортивный юрист. Чем 2003 год был для тебя знаменателем? Запомнилась победа в Сиднее. Хотя невозможно забыть ни побед, ни поражений. Особенно было здорово на сборах, куда съехались 14-15-летние бойцы со всех штатов Австралии. Мы знаем друг друга по турнирам. Но тренироваться, отдыхать вместе – это здорово. Мы жили в Travel Lodge на Southgate. После хорошего завтрака в гостинице шли всей толпой в национальный теннисный центр на целый день. Там нас тренировали лучшие тренера Австралии. Мы играли с Марком Филипусисом и с Лейтеном Хьювитом. Это было в ноябре перед Кубком Davis Cup. Чем вас кормят на обед и на ужин? Обед в буфете, мельбурн-пак, бутерброды и соки. А ужин в экзотических ресторанах на набережной. Мы могли выбирать, что захотим. Ребята с ужасом на меня смотрели, когда мне несли устрицы, запеченные сыром и креветки. Многие едят только макарон или картошку с мясом. Но я скучал по бабушкиным фельменям. А еще моя бабушка умеет творить зеленый борщ со щавлем. Что необычного произошло в лагере? Нам нельзя было приходить в бейсболках в ресторан на ужин. А некоторые ребята все равно приходили. Они, наверное, и спят в них. Крейг Миллер пообещал, что нам всем устроить за это. Нас повезли в горы. Утром обычно мы спали по сигналу подъема в горном лагере. Однажды нас, как обычно, разбудили. Просыпаться совсем не хотелось. Я подумал, что, кажется, спал всего пару часов. Все выбежали на стадион. Я был в пижаме. Некоторые были даже босиком. Там стояли две машины с зажженными фарами, направленными друг на друга. Многие уже поняли, что на часах два часа ночи раздался сигнал бип-тест. Глупых тут нет. Ребята знают, что от результата всех тестов, в какой игровой форме они бы не проводили, зависит следующий год. И все выкладываются до предела. Вот так нас наказали за неправильную форму одежды. Какой особенный опыт ты приобрел в лагере? Всем ребятам, а нас было 40 человек, предложили залезть на сорокаметровое дерево. Желающих оказалось только трое. Я в том числе. До половины без страховки, а потом нужно одевать страховочный канат. Но если оборвешься, то ударишься неслабо. На полпути я уже очень пожалел, что полез на это дерево. Но назад хода не было. Все смотрели. Лес вверх. Сердце от страха выскакивало из груди. В ушах стучало. На самом верху была маленькая площадка. Нужно было встать во весь рост и расставить руки в стороны. Не знаю, как я там очутился, только ветер дул сильный и дух захватывало. Я встал и увидел горизонт. Необъятные горы, облака проносились прямо над моей головой. Вот это здорово! Люди внизу были такие маленькие-маленькие, а я был на вершине. И я понял, что играть в финальный матч – это не так уж страшно. Я победил себя, когда взял вверх над своим страхом. Когда я слез вниз, я увидел гордость за меня в глазах у моего тренера. Это была лучшая награда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА